Вы просто время тянете, а делать ничего не хотите. Подождите, вы не видите, что сделано? Да, это ерунда. Это не первая встреча депутатов с представителями рынка, но сейчас над главной торговой точкой города нависла настоящая угроза. Суд постановил закрыть рынок из-за ряда нарушений, которые Роспотребнадзор выявляет здесь на протяжении уже нескольких лет. Последние претензии – пол и стены покрыты сетью мелких сколов и трещин. Их нужно убрать. Представитель собственника держит оборону, претензии проверяющих органов мелкие. Но раз надо, будем устранять, а вот когда – это, как решит таинственный московский собственник. Вы понимаете, не я собственник. Я исполняю волю собственника. Собственнику эту смету отправили. Помимо этой сметы у нас еще есть смета на замену вот этих всех витражей старых. То же самое. Это полтора миллиона стоит будет. Тоже отправили собственника. А кровля сколько? Верхняя часть кровли порядка девяти миллионов будет стоить. В доказательство благих намерений приводят недавний ремонт купола. Депутаты парируют. Это лишь косметика. И то люди жалуются, что после этого ремонта аренда выросла на тысячу рублей. Стоимость торгового метра здесь и так немалая. 15 тысяч в месяц за полтора метра на отшибе. Это выяснил другой депутат Владимир Владимиров. Пока его коллеги разговаривали с управляющими, он разговаривал с работниками прилавка. Работники прилавка жалуются на поборы, естественно, что за все нужно платить, за лампочку, в туалет. Вот сейчас зашел в туалет, посмотрел, в каком виде туалет. Стоит 10 рублей. Туалет такой с 80-х, 70-х годов, наверное. Жалуются на то, что не знают собственника. Директоры не видят практически. То есть, по сути, какой-то человек исполняет роль сборщика денег. Сами работники прилавка не на шутку напуганы перспективой закрытия рынка. Сегодня они, как могут, привлекают внимание горожан. Накрыли шведский стол для покупателей, где каждый отдел выставил на дегустацию образцы своего товара. Даже бутерброды с икрой. Развесили плакаты и просят всех подписать петицию против закрытия рынка. Продавец Лариса работает здесь, впрочем, как и многие, не один десяток лет. Свои права она уже отстаивала голодовкой, когда в 2006 году на рынке меняли собственника. Будем перекрывать, будем все делать. У нас другого выхода нет. За нами стоят семьи, дети, дети, студенты. Народные избранники уверяют, цель их визита именно в том, чтобы события от тех лет не повторились. А для этого таинственному московскому собственнику необходимо устранить замечание Роспотребнадзора. Сделать пол и стены. И работать дальше. Но, похоже, договориться не удалось. У меня такое впечатление, что люди просто стараются до последнего максимум денег здесь сорвать. А дальнейшая судьба вот этих 400 предпринимателей их не интересует. Согласно решению суда, рынок должен прекратить работу 23 декабря. Но руководство торгового заведения сегодня еще раз подтвердило, что будет подавать апелляцию. А значит, дело рынка будут рассматривать в суде высшие инстанции. И все это время он будет работать. А за это время таинственный московский собственник может быть и вложится в ремонт пола и потолка. А может быть и нет. Дмитрий Пименов, Михаил Масленников, Фонтова новости.